Для нанесения макияжа команда 90 учебного центра направо в комнату досу, когда шагомаш. Такие команды звучат здесь не часто, ведь для повседневного макияжа девушки встают на час раньше графика. А сейчас марафет они наводят для конкурса. Это лишь первый его этап. Придумать некий отличительный знак команды. Выбирать его долго не пришлось. Все с разных городков, с разных уголочков России приехали сюда. Все очень разные, у всех разные взгляды, разные занятия, хобби. Но нас всех объединяет то, что мы связисты, приехали учиться сюда по специальностям. Эмблема связи и стала украшением на их лицах. Нашу съемочную группу объединяет Первый Ярославский «Мы тоже не ушли без грима». В Центре ракетных войск стратегического назначения художники есть. И именно на это увлечение они чаще всего тратят свое свободное время. Девушек много. Они знают, что рисуют. Хоть какой-нибудь дружеский шарш или интересную картинку получается. Уже с боевым раскрасом девушки идут на построение. Опять закаляется Родина-Сан Россия. И тут на женских соревнованиях неожиданно появляются мальчики. Оказывается, помогают. А чем помогаете? А именно, как правильно снарядить амбанирование, чтобы им потом было более легче и удобнее проходить по высоте препятствий. А девочки сами это могут сделать? Так точно. Ну, честно, сделать все на время, быстро и качественно. Поэтому и помогаем. А дальше участницы могут рассчитывать только на свои силы. Ползком по земле, несмотря на холод и сырость. Через окно пули и едкий дым. Все вокруг напоминает кадры из боевиков. Из окопов сразу же в костюмы химической защиты. Никаких платьев. В этом конкурсе красоты дефилировать приходится на скорость. Бегом! Давай, Румянцева! Давай! Сетка низкая. Получается, надо стараться ее не задеть. Ноги не помещаются. Надо их как-то передвигать. В общем, очень было сложно. Остальное было очень нормально. Сразу после перевязка. И здесь тоже нет времени на раздумья. Пострадавших на своих руках доставляют девушки. Еще одно из испытаний для девушек – это разборка неполная и сборка оружия. Причем норматив на оценку «Отлично» – 15 секунд. Сейчас я проверю саму себя. К неполной разборке оружия приступить. Готово. И вот уже те самые автоматы заряжены и направлены на мишень. Выстрел за выстрелом и у жюри появляется очередной фаворит. Последнее испытание на холоде – самое вкусное – кулинарное. В полевых условиях военнослужащие должны приготовить несколько угощений. Получившееся разнообразие восхитило. Оформленные блюда могли бы побороться с ресторанами. Оказалось, готовить обед на костре гораздо интереснее, чем дома на кухне. На костре можно импровизировать разные очень вкусные блюда. Как говорится, не только гречку с тушенкой, но и приготовить что-нибудь очень вкусненькое, изысканное. Макияж под камуфляж уже в шестой раз собирает самых стойких девушек со всей России. Женщины военнослужащие сейчас – это всесторонне развитые, подготовленные, так скажем, боец, ракетчик. Они проверяют свои способности, плюс совершенствуют к этому свое мастерство. Подарком для лучшей команды станет путешествие по Золотому кольцу. А для участниц это еще и возможность вырасти в звании и получить знаки отличия. Софья Кременецкая, Антон Комаров. День в событиях.